Я потихонечку снижаю потенциал работы кардиостимулятора. Видите, да? Проводит. А вот так. Врач-кардиолог Андрей Чучунов обращается с сердцем пациента, словно дрессировщик. С помощью сложного прибора он регулирует частоту биения. Кардиостимулятор – технология, дающая вторую жизнь. Прибор, установленный прямо у сердца больного, стимулирует орган электрическим током, тем самым заставляя биться. Сейчас очень большое направление кардиоверторы-дефибрилляторы. То есть, например, у человека есть опасные для жизни аритмии. Ставится такое устройство, которое само диагностирует критическую ситуацию и может в автоматическом режиме реанимировать пациента. Сегодня кардиокабинет в республиканской столице готов оказывать практически все виды помощи. За четыре года он стал передовым во всех смыслах. Например, самый маленький пациент, которому установлен кардиостимулятор – годовалая девочка. Но в основном здесь люди в годах. Пенсионер из Кызыла – Савыр Барчин. Пятый год носит стимулятор сердца. В Абакан приехал на плановый осмотр. В Туве подобного нет. Ну, все нормально. То есть, стимулятор может, позволяет работать. Мало того, что вот держит минималку 65, ночью 60. Если человек будет нагибаться, стимулятор чувствует, что… Ну, а чтобы этот самый стимулятор служил хорошо, должна быть заряжена батарейка. В среднем ее хватает на 10 лет работы. С помощью программатора врач в секунды определяет показатели и делает решение, нужна ли замена. Именно такая профилактика – важнейший момент в использовании стимулятора. И все для этого есть. Нужно только прийти. Но почему-то некоторые забывают, говорит врач, и о профилактике, и о сердце. При постановке сказали, что вам надо приехать через полгода. Ни шана никуда не приехала. Соответственно. То есть, получается, виновата-то она в своей безалаберности. Но обьемся-то мы, чтобы всех этих вот из щелей, чтобы они все повылазили в конце концов. Медики приводят неутешительную статистику количества кардиозаболеваний вместе с онкологией в республике на первом месте. Но если бы пациенты ответственнее подходили к профилактике, проблема дел сердечных не стояла бы так остро. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Продолжение следует...